Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Меня зовут Юля, давно не виделись. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о, наверное, самом ожидаемом событии года, а именно Черной Пятнице, которая уже, кстати говоря, началась. И в этом видео я хочу коснуться нескольких тем. Первый мы, конечно, поговорим о том, что я советую приобрести на Черную Пятницу, что прям вот действительно стоит своих денег и что вы сэкономите при этом кучу ваших кровных. Также поговорим о ассортименте Сифоры, что у них представлено. Говорим о других очень хороших предложениях и скидках, о которых нужно знать. И также я хочу рассказать, почему я в эту Пятницу Черную не буду погружаться в омут с головой, скупая все подряд, все, что нужно и не нужно. И почему вообще люди меняют свое мнение о Черной Пятнице и считают, что сейчас происходит столько много скидок, что невозможно за ними угнаться и люди просто начинают игнорировать вот как раз-таки эти Черные Пятницы, потому что это так или иначе выманивание денег. А учитывая, что сейчас кризис и что в Америке было две крупных распродажи, по-моему, до этого, до Черной Пятницы, понятное дело, что люди все от этого устают и как раз-таки мы коснемся этой темы тоже. Будет интересно очень. Не забывайте ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь, если вам нравится мой контент. И давайте уже перейдем к основной части видео. Поехали! Итак, первое, с чего мы начнем, это почему я решила не окунаться в омут с головой и не скупать все подряд в эту Черную Пятницу, начиная от косметики. Вот косметика, это, наверное, самое важное, от чего я хотела подальше держаться, потому что, как вы знаете, я бьюти-блогер. И когда ты бьюти-блогер, ты хочешь очень много обозревать новой косметики, и тебе ее нужно много покупать. И со временем накапливается такое большое количество косметики, причем новой, хорошей косметики, которую тебе некуда девать. Солить ее, понятное дело, не хочется, а использовать ее тоже нужно. И я не из тех людей, кто, знаете, покупает косметику, и она просто у меня лежит. Я использую почти каждую свою палетку, может быть, через день, через два. То есть я всегда стараюсь использовать разные продукты абсолютно, и каждый день я делаю макияж так же. И поэтому, когда я смотрю на свою коллекцию макияжа, я понимаю, что у меня уже все есть. Вот действительно нет ничего такого, что бы мне понадобилось прямо сейчас. Вот необходимо срочно покупать это со скидкой, понимаете? Скидки — это такая тенденция, что они заканчиваются, приходит другая распродажа. Вот сейчас у нас после Черной Пятницы будет какая-то еще киберпонедельник, правильно? Потом еще, по-моему, после Дня Благодарения распродажи будет, и тогда уже вся продукция новогодняя будет на скидках, понимаете? Поэтому я считаю, что Черная Пятница — это отличная возможность сэкономить, если вы знаете, что вы хотите что-то купить, если вы хотели, думали об этом. Да, это круто, но покупать что-то просто потому, что, в общем, это диктует вам YouTube. Ну, YouTube, кстати, это вот отдельный разговор, я сейчас на минуточку скажу об этом, что включаешь YouTube и просто из каждого, на каждом канале, что купить на Черную Пятницу с скидкой 100% там, да, ну, не 100%, 50% или сколько, 20%. Что купить? Лучше подарки родным и близким. И ты просто на это все смотришь, и ты понимаешь, как тебя зомбирует это все, и начинает все это реально надоедать. Ты думаешь, что ты включаешь магазин на диване, когда вот приходят такие броши распродажи, то же самое было с Sephora VIB Sale, просто вот реально магазин на диване, вот на YouTube был магазин на диване. 100% YouTube сейчас превращается в магазин на диване, если ты вот создаешь такой контент очень часто, как мне кажется, и я не очень люблю, даже я сама не хочу превращаться в магазин на диване, потому что я считаю, что это ужасно, и я бы никогда не хотела превратиться в такой, в такой канал, в общем, да, хоть я и показываю много косметики, которые я покупаю, в общем, надеюсь, что я еще пока не такая. В коем случае вас, ребят, не отговаривают шопинга, пожалуйста, шопись просто, я считаю, что шопинг должен быть рациональным. Кстати, в этом году я хочу очень сильно на одежду потратиться, потому что вот я поговорю об этом, наверное, в конце видео, но все-таки на Forever 21, Forever 21 у них огромные скидки, там до 40%. Я люблю Forever 21, кстати, это из Forever 21 тоже, и мне нравится магазин, у них в онлайне гораздо-гораздо больше всего. Я вчера сходила в магазин Forever 21, и там у них не такой большой выбор, как на сайте, я это уже поняла, поэтому, наверное, это то, куда пойдут мои деньги, скорее всего, на одежду. Итак, давайте начнем с сайта Colourpop. На Colourpop огромное количество всего, на Colourpop у нас скидка 30% на все, абсолютно все, и у них целая куча разных бандлов или сетов, можно купить, в общем, сет сыворотки, можно купить огромное количество карандашей в одном сете тоже, в общем, уход за лицом и так далее, все их палетки, которые супер дешево стоят, допустим, вот я вижу, палетка 9,80 стоит она, обычная цена у нее 12 долларов, карандаши для губ, ваут или сет стоит 19 долларов, стоил 28 долларов, в общем, тут, ребята, есть из чего выбрать, на самом деле, если вы хотите пополнить свою коллекцию Colourpop, у меня Colourpop как-то не вызывает очень много положительных эмоций, да, это классный бренд, но я не могу сказать, что я прям, не знаю, Colourpop, иногда пользуюсь Colourpop, я понимаю, что это самые лучшие тени, мне нравится формула, а иногда я пользуюсь ими и понимаю, что что-то как-то не знаю. Также я вижу, что у них на распродаже их бренд Soul Body, мне нравится Soul Body на самом деле, у меня был их такой как блестящий спрей, блестящее масло для тела, оно у меня разбилось, когда я летела в Россию, очень классного качества, стоило 10 долларов, у меня еще был их хайлайтер какой-то, до сих пор я его не использовала, скорее всего, нужно будет его деклатрить, но, ребят, тут столько всего продается, я листаю, листаю, понимаю, что конца нету этому, поэтому посмотрите на сайт Colourpop, там реально есть, что посмотреть и выбрать из чего. Переходим дальше, давайте посмотрим, зайдем на Sephora, на Sephora сейчас тоже зашли скидки, пришла пара скидок, и у Sephora, кстати говоря, есть два разных ивента со скидками, первый сейчас, это когда вы покупаете что-то на 75 долларов, вы потом получаете скидку 15 процентов, вроде как, на вашу следующую покупку, и также в черную пятницу у Sephora есть такой ивент, называется он Sephoraтор, о, Sephora Phone, я извиняюсь, называется Sephora Phone, и на Sephora Phone вы получаете, по-моему, минус 20 долларов, если вы вейберуш, я вейберуш, и для того, чтобы быть вейберуш, нужно потратить 1000 долларов в год на Sephora, и как раз таки в момент, когда это случилось, они выставили свой ивент, распродажи на черную пятницу, люди возмутились тому, что, почему такая маленькая сумма скидки, то есть мы вейберуш, и это не так много на самом деле, учитывая, сколько мы тратим в год на косметику в Sephora, и люди очень сильно возмущаются на самом деле, и бойкотируют Sephora, вот именно на черную пятницу, потому что понимают, что у них не так, не столько много хороших предложений, стоящих, вообще стоящих себя, сравнивая с, например, Altair, поэтому я тоже не знаю, буду ли я шопиться на Sephora или нет, посмотрим. Так, сейчас я зашла на YouTube и увидела, что девушка, на которой подписано, имя Morgan Turner, и она запустила самую свежую новинку распродажи в Sephora, здесь мы видим тот самый набор от Fenty, 25-50 долларов, до этого он стоил 36 долларов, я много слышала об этом наборе, я слышала, кто-то очень-очень обожает эти лип-глоссы от Рианы, кто-то нет, в общем, я так их не взяла, никогда не пробовала, именно ее разноцветные, 25 долларов за 4 блеска, по-моему, очень даже хорошее предложение, также палетка One Size от Патрика Старо, это, кстати говоря, знаете, палетка от Патрика Старо, я, кстати, пользовалась ей пару дней назад, и я хочу сказать точно, что мне не понравилась она, я не знаю, я делала на нее обзор, сколько там, месяца, два или три назад, и сначала я, когда увидела эти оттенки, я поняла, вау, как это все классно выглядит, такой красивый оттенок моки, такой необычный, правильно же, но потом, когда я начала ей пользоваться, я поняла, что мне нужно использовать какие-то другие палетки, допустим, колор-поповские те же самые, потому что у них гораздо лучшие блестки, виднеются, переливаются, в общем, и я не удивлена, что эта палетка на распродаже, она стоила 42 доллара, и сейчас можно купить ее за 21 доллар, это очень-очень круто, также я вижу палетку Бобби Браун за 33 доллара, Том Форд бальзам, не видно цены, но и также палетка Том Форд Skin Illuminating Powder до срок 4 доллара, это как бронзер и хайлайтер, я так понимаю, и также набор блесков от Tower 28 за 15 долларов, мы получаем 4 маленьких размера, у меня, кстати говоря, есть блеск от Tower 28, я покупала его еще давно, ну как давно, месяц назад, наверное, и у меня он в оттенке, в оттенке Coconut, прикольный блеск, он никакой не липкий, я очень слышала много хороших отзывов, кстати говоря, о бренде Cosas, и они тоже вышли со своим набором из 4 блесков, по-моему, он стоит, если я не ошибаюсь, то есть 18 долларов на Sephora, на скидках он сейчас тоже находится, и у блеска от Cosas или Cosas, у него очень интересный финиш, потому что в этом блеске такие маленькие-маленькие точечки перламутра находятся, и вроде как это блеск, это ухаживающие компоненты там находятся, но в то же время это еще и как макияж, то есть это очень невероятно красиво смотрится на губах, я вот думаю про Cosas тоже, или Cosas, может быть, прикупить, хоть у меня блесков очень-очень много, я такие моменты интересны, какие-то бренды новые, мне всегда хочется их попробовать. Я зашла на Sephora, и я поняла, сколько много здесь новинок добавилось, тут и Fenty Beauty с их новой коллекцией теней, лимитированная коллекция Kiehl's с их самым классным, наверное, набором и самым знаменитым тонером, который когда-либо у них был, с календулой, это в половину меньше цены, ну или 20% получается, достаточно новая коллекция от Mark Jacobs Beauty, она уже на распродаже, здесь блески от Anastasia Barberley Hills, они, по-моему, только недавно вышли, в общем, я в шоке на самом деле, что сколько всего здесь добавилось еще, и также этот сет от Fenty Beauty, он только недавно также вышел, и вот уже на распродаже, то есть я, возможно, даже его возьму, стоит он 29 долларов, тогда как стоил он 42, то есть это очень и очень хорошее предложение у Sephora. Также я видела еще Urban Decay, очень даже классное предложение, потому что у них можно купить их маленькую палетку, которая называется Stunt Wipes, там с розовеньким красивым таким цветом, и вы получаете также еще плюс к этому их праймер в мини-размере, в тревел-размере, получаете карандаш, ну и палетку саму. Стоит это 24 доллара, тогда как раньше это стоило 49 долларов, то есть это прикольное предложение, сама палетка, говорят, не очень хорошего качества, но только ради праймера можно приобрести, я бы лично приобрела это, у меня есть большая палетка Urban Decay, которую, не знаю, я не могу сказать, что она прям самая лучшая, это прям стоит хайпа, и она повседневная, нет, эта палетка очень такая праздничная, очень неповседневная, хоть и качество хорошее, не могу сказать, что оно очень плохое. Сейчас я хочу просто поговорить о том, что я считаю очень классно купить в Sephora, что вот я прям конкретно рекомендую, у меня будет парочка рекомендаций, первое это тоник от Glow Recipe, если честно, я столько много слышала об бренде Glow Recipe, никогда не пробовала его в жизни, и очень зря, потому что этот бренд, он очень классный, во-первых, он натуральный, во-вторых, он очень хорошо действует на вашу кожу, и в-третьих, результат, он действительно не заставит вас ждать, и это я увидела. Я очень много слышала об этом бренде, но, к сожалению, ни разу не имела возможности попробовать его, потому что я все думала, это какой-то хайп, это все неправда, но нет, я приобрела этот тоник Watermelon Glow PHA и BHA тонер, в общем, с кислотами, но он не жесткий никакой, нет, то есть, ему можно пользоваться утром, тогда, когда я ему пользуюсь, и этот тонер, он способен уменьшать размер пор, просто потрясающая текстура, и он очень и очень приятно, конечно же, пахнет, он очень приятно ощущается на коже, как такое молочко, я в восторге на самом деле, я думаю, что я еще буду что-то покупать от Glow Recipe. Следующее, что я хочу порекомендовать вам в Sephora, это палетка Pumpkin, про нее я уже говорила, это то, что я сегодня, кстати говоря, использовала на глазах также, мне она очень нравится, потому что в ней потрясающие такие осенние, весенние, ну и зимние тоже оттенки, она, мне кажется, на все сезоны хороша, но сейчас мне почему-то показалось, что она будет идеальным дополнением к моей кофте, такого же лавандового цвета, мне нравится, потрясающий выбор разных оттенков, от оранжевых до очень красивых розоватых оттенков, эта палетка просто для меня must have, к ней руки тянутся прям каждый день, если честно. Следующий момент, который я хочу порекомендовать вам, это хайлайтер от Наташи Диноны. Когда я купила хайлайтер этот в первый раз, я сначала не поняла его вообще, я не поняла, где пигментация, я не поняла, где блестки, где эта красота, однако, когда я использовала свою кисточку с Алиэкспресса, она из натурального ворса, я использую ее, наверное, уже год-второй, и только сейчас я поняла, насколько она классная, именно с этим хайлайтером, потому что именно вот таким образом, когда вы найдете правильную кисть для применения этого хайлайтера, не слишком плотную, но не слишком мягкую тоже, тогда вы увидите этот блеск, потому что он, хайлайтер, как будто бы немножко запеченный, но какой блеск он дает на коже, это просто потрясающе на самом деле, я такого не видела блеска ни у одного из моих хайлайтеров в моей коллекции, и поэтому я в восторге, я считаю, что этот хайлайтер вас сделает счастливой, потому что не зря столько много людей говорят, что да, хоть он и якобы дорогой, но, в общем, он реально очень и очень отличается от ваших других хайлайтеров, потому что он такой красивый и дорого выглядящий хайлайтер из коллекции Наташа Динонец. Еще о чем я хотела поговорить, это пудра, вы скажете, ну пудра, что в этом такого особенного, на самом деле, это пудра от Make Up Forever, она просто магически волшебно повседневная, я использую эту пудру уже, наверное, ну года полтора или год, наверное, и у меня столько вот осталось, я же как Project Penчик, у меня уже тут почти все заканчивается на самом деле, это можно увидеть, это как бы пудра-тон, то есть он дает вам, достаточно может дать плотный эффект на коже, вы сможете нанести эту пудру как очень таким толстым слоем или очень тонким, вот именно этой стороной, как можно видеть, уже я использую ее, эту никогда не использовала, в принципе, если честно, я также мою очень часто этот спонжик, пудра просто потрясающая, я не знаю, как я раньше ее о ней не слышала, использую каждый день ее, неважно, какая у вас проблема на лице, меня всегда выручает, и не видно никаких прыщиков или каких-то пигментных пятен, если я ее использую, поэтому это мой holy grail, как говорят в Америке, обожаю это, и возможно, возможно, я приобрету бэкап этого, чуть не забыла, ребят, вот, я хотела поговорить про фен Дайсон, который я приобрела, по-моему, полгода назад, я не рассказывала вам историю на этом канале, потому что у меня был другой канал, так вот, мы купили фен через ebay, он был там гораздо-горазд дешевле, чем покупать его, если в сифоре, он был там в районе 300 долларов, тогда как в сифоре его приобрести будет стоить вам 500 долларов, вот настоящий Дайсон, взяла его в Россию, я купила адаптер, включая в розетку его, бом, фен просто, ну, сдох, да, можно так сказать, он перегорел, вот, мы зашли к официальному представителю Дайсона, нам сказали, что это был фейковый фен Дайсон, у нас его изъяли, и, в общем, на этом все, и, в общем, после этого мой муж, он все-таки решил порадовать меня и купить настоящий Дайсон, могу ли я порекомендовать этот фен, потому что он вроде как золотым напылением еще, это, кстати, наверное, моя самая дорогая покупка, что касается именно техники для красоты, я считаю, что это прикольный агрегат, конечно, это просто фен, вы не можете ожидать от него чего-то такого, что вы можете ожидать от поликмакера, он не сделает за вас прическу, но волосы будут хорошо смотреться, это факт, я же чувствую, что, когда я использую этот фен, я должна использовать 100% еще ему примялку для волос, потому что иначе мои волосы выглядят, как будто бы они у меня просто все, не знаю, как будто бы я все не валялась, что-то вроде того, настолько они все вот вверх встают, и их нужно еще укладывать, используя плойку, и иногда я понимаю, что, ну, разве этот фен не должен сделать так, чтобы мои волосы были приглажены хорошо, были гладкими, и поэтому я вот не знаю, стоит ли это или нет, но если это какая-то скидка будет огромная, то почему не воспользоваться этим и не купить тот самый знаменитый фен Дайсон, о котором так много говорили недавно. Единственный момент еще, который мне тоже не очень нравится, это то, что провод у этого фена, он действительно очень, ну, такой, знаете, тяжелый, чтобы его включаешь, когда бывает, его нужно еще и включить, он еще такой, ну, нелегкий, но все это, в общем, мне препятствует использованию его каждый день, именно поэтому иногда я использую фен, иногда я использую специальную расческу, чтобы просто выдувать волосы и сушить их, укладывая, в общем, да, поэтому такие вот моменты, связанные с феном Дайсон за 500 долларов, пишите в комментариях, ребят, вообще покупали ли вы что-нибудь вроде такого фен Дайсон за 500 долларов, и как он вам, понравился или нет, будет очень интересно узнать это. Самое главное, ребят, о чем я хотела поговорить с самого начала еще, это скидки на кисточки от бренда Ruffer, я недавно купила их набор праздничный, который у них стоил там в районе 10 долларов или 60 долларов, что-то вроде того, и я купила эти кисточки и поняла, что я хочу приобрести еще их другой набор, который состоит из кисточек для лица, плюс другие номера кисточек для глаз, для теней, да, какое было мое удивление, когда я поняла, что эти кисти уже распроданы, их нет в продаже, а именно там была кисть для пудры из натурального ворса, из ворса козы, и также кисть, по-моему, из, тоже из козы, или для нанесения бронзера, и в итоге, когда мы ходили с мужем и с его другом в кафе, я захожу на сайт и понимаю, что набор распродан. Я начала плакать, когда я увидела это, потому что это было настолько хорошее предложение, потому что их одна кисть для пудры стоит 116 долларов, и если купить ее даже со скидкой, она будет стоить 99 долларов, только одна кисть, поэтому, если вы хотите купить что-то от Рефер, особенно их наборы праздничные, вот это, наверное, самое главное, что вы должны сегодня промотать, куда это скидки на Рефер, потому что у них кисти настолько дорогие, что это просто невозможно, но и качество у них тоже хорошее. Использую ли я кисти Рефер каждый день, когда я делаю макияж глаз? Нет, потому что иногда мне гораздо удобнее использовать мои синтетические кисточки, просто потому что их легче помыть, и мне все-таки нужно как-то еще привыкнуть к использованию более люксовых кисточек. Также у них в наличии есть сет, состоящий из кистей для глаз от первой до пятой, 88 долларов, и также набор у них есть Core Face Duo, это кисть для румяна, также кисть для бронзера, номер 4, номер 5, кисти 56 долларов. В общем, ребят, там есть много наборов, которые реально, если вы что-то конкретное хотели купить, это как раз-таки идеальное время для этого, что у меня волос прям тут так вылазит, я не понимаю, откуда он вылез, бывает такое, правильно же? Ну, сейчас нормально. Я думаю, что кисти это как раз-таки то, что всегда пригождается, и тем более это кисти из натурального меха, из натурального ворса, мне кажется, это must have, поэтому дайте мне знать, планируете ли вы покупать что-то у Raffer, у них очень классное качество кистей, все просто только так радуются. У нас уже темнеет, и я хочу уже заканчивать потихоньку, в общем, в принципе, я думаю, что я сказала вам то, что я хотела сказать, наверное. Понятное дело, ребят, на сайтах, на любом сайте бренда, который вам даже нравится, или вы хотели пробовать, обязательно заходите на этот сайт, и смотрите, что у них есть по скидкам, потому что раз да бывает выгодней купить что-то, например, вот это на сайте Glow Recipe, чем у Sephora, потому что у них могут быть, допустим, скидки за регистрацию, за первый заказ, плюс там еще какие-то могут быть плюшки, очень даже выгодные, это, наверное, не ругательное слово, нет? В общем, да, определенно смотрите везде, я уверена, что если вы хотите купить тени от Denon, то у нее, скорее всего, будут гораздо более хорошие предложения, чем у Sephora, с их 20 долларами, или там 15 долларами, правильно же? И я знаю, что на Cult Beauty есть огромное количество разных продуктов, Beauty Bay, в общем, я думаю, что можно продолжать бесконечно. То, что я хотела сказать еще, я, скорее всего, буду делать покупки на сайтах одежды, именно про V21, потому что у них там огромные скидки, например, я положила в корзину, ну, вещей, допустим, 5 или 6, и у меня была общая стоимость 100 долларов, и скидка была, получается, 40 с лишним долларов, то есть, да, это очень-очень крутое предложение, иногда я считаю, что у V21, который, наверное, уже в России закрылся, я помню, что когда я в Москве была, у них был филиал в другом центре каком-то, Афимопов, или как он назывался, вот, а здесь он все так же есть, хотя раньше они объявлялись банкротами, и в итоге нет ничего, все так же продолжают работать, в общем, у них реально очень интересный и классный дизайн, и мне нравится, даже, наверное, иногда чуть получше, чуть помолодежнее, чем у Zara, потому что вчера я зашла в Zara, ничего не понравилось, кроме там джинсов, которые я тоже купила, в общем, у Zara тоже будут очень хорошие скидки, поэтому, ребята, дайте мне знать, на что вы вообще рассчитываете в этой распродаже, планируете ли вы покупать что-то большее из макияжа, уход за кожей, или одежда, или предметы для дома, или вообще, против распродажи, это и против Черной Пятницы, потому что это все, это развод, особенно, ну, в Америке здесь как-то более-менее все цивилизовано, и не обманывают, а вот в России, вообще, что вы думаете о Черной Пятнице, планируете ли вы покупать что-то, или нет, пишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваше мнение, но я не прощаюсь с вами, ребят, скоро увидимся, на этой неделе у нас будет что-то очень и очень интересное, поэтому ждите очень интересное видео на днях, не забывайте подписываться, ставьте лайки, оставляйте комментарии, я в свою очередь желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней, и также, чтобы ваша Черная Пятница прошла так, как вы этого хотите, и вы приобрели то, что вы хотите, и вы это получите, и надеюсь, что вы получите это тоже очень быстро, я не прощаюсь с вами, ребят, всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok